Зимние фантазии Мальчишки и девчонки из детского сада «Ромашка», а это 95 человек, прогулку ждут с нетерпением. И как не хотеть на улицу, когда гуляешь, словно по сказочному царству. Здесь и емелины печи, и паровозик из «Ромашкова», и смешарики, и много других любимых детворой персонажей. В полетний период это у нас как песочница, а сегодня у нас старшая подготовительная группа – это как метеостанция, дети изучают направление движения ветра. В младшей группе это обыгрывание построек для игр и метаний, попаданий в цель. Вот таким образом мы малую архитектурную форму преображаем в зимние сказочные фигуры. Педагоги, родители и, конечно, сами дети. Красоту из снега создавали все вместе. Для этого стройматериал начали собирать еще с ноября. Копали, очищали, строили. Мне понравилось разрисовать красками на снегу фигуру змеи. Она получилась как настоящая. У каждой группы, а в саду их четыре, своя оформленная территория. Педагоги детского сада уверены, если с фантазией все в порядке и есть желание, прогулку в любое время года можно сделать интересной и познавательной. К примеру, с помощью таких вот печаток. Наши педагоги разработали символику, которую родители помогли воплотить и реализовать в жизни. Сегодня вы видите, для реализации таких творческих и оформительных способностей работы детей на участке, дети заинтересованы, активно это воплощают все в жизнь. Для украшения зимнего участка мы использовали цветные льдинки, замораживали цветную воду в различных формочках. Создавая эти зимние фантазии, воспитатели реализуют мини-проекты по подготовке территории к зимним играм. А дети тем временем приобщаются к труду, активно двигаются, дышат свежим воздухом, веселятся и к тому же учатся любить природу. Зимой птицам очень трудно искать себе пищу, поэтому мы о них заботимся и принесли им красивые кормушки. И принесли им покушать сало, семечки и зерна. К нам прилетают покушать воробьи, снегири, ой, соловьи, ой, воробьи, синички и даже один раз прилетал снегирь. Ольга Попова, Виталий Харченко, новости нашего города.